Сегодня мы слушаем поэтов и немножечко магии, охотимся за привидениями, скорее всего того самого староживого, гуляем в подворотне, все было по-настоящему и не горим на работе, защищает от температур. Два часа бой сирен не смолкал в парке культуры и отдыха. Никакого ЧП, просто пожарные разрешили детям беспрестанно сигналить в честь 375-й годовщины со дня образования пожарной охраны России. А еще позволили все фотографировать, трогать и примерять на себя. Боевая одежда пожарного. Брюки, куртка теплая, защищает от температур, от воды. Зимой тепло, летом жарко, но все держит температуру, можно заходить в огонь. Чуть она тебе великовато, конечно. Кополя, вот тебе радио. Ох, дать-то некуда. Ну вот теперь ты руководитель тушения пожара, мы тебе подчиняемся. Мечтал, как и все дети, наверное. Ну а получилось случайно, я не с этого города родился не здесь, а приехал и была вакансия. У меня друг пожарный и он пригласил, говорит, хочешь? Я говорю, да. Была мечта когда-то, давай попробуем. Ну и получилось, что приняли на работу. Подошел по всем физическим данным. Мне было в детстве интересно, когда я видел пожарную машину. Что, как? Это как игрушка для них. Ну я думаю, для современных детей это та же игрушка, только в реальности, а не в компьютерной графике. Залезть на крышу красной машины, посидеть в кабине и собственными глазами увидеть, что же там внутри. Выставка пожарной техники удовлетворила детское любопытство. Тут сзади есть еда, специальные баночки для еды. Вот смотри, еда. У меня мама работает в пожарном. Я раньше был на таких выставках. Сегодня вот удалось залезть в кабину, померить перчатки. Костюм очень большой пожарного, прям не по размеру. Он очень теплый. И как я понимаю, что если я пойду в пожар, то мне ничего почти не будет. Кстати, сейчас пожароопасный период. С 20 апреля во всей Омской области нельзя разводить костры, сжигать мусор и готовить на мангале даже на собственной даче. Следить за садоводами огнеборцы будут с квадрокоптеров. А что еще есть в арсенале современных пожарных? Техника оснащена вся по-разному. Но в основном гидравлический инструмент, кувалды, стволы, переходные головки, трехходовые разветвления, тросы и огнетушитель находятся на каждом технике. Любезные омские огнеборцы дали мне для стендапа огнетушитель. Но лет так 10-12 назад я уже рассказала всему миру, как им пользоваться. Танули в лету и громоздкие огнетушители. На их место пришли облегченные баллоны, потушить пожар, которыми может даже малыш. И общается с поверхностью с сигналом, который он подает, уберет мне. Кто я такой? Ответить на этот вопрос человеку в силах помочь культура. Чтобы решить, куда направить вектор личного развития завтра, художник Полина Третьякова предлагает осознать свое вчера. Принять эстетику ушедшей эпохи, как явление, которое сформировало поколение. Панельные драмы, как трафарет, накрахмаленные салфетки и даже гопники. Маркеры самоидентификации. Выставка исследования «Русский калчер» активирует режим «Романтизируют девяностые». Прекрасное это время, хоть я в нем и не жила, но я считаю, что раньше были люди счастливее, чем сейчас. Все было по-настоящему. Вот если брать, например, наше время, очень сложно. Ну не то, чтобы построить отношения, вот даже познакомиться с кем-то подойти сейчас достаточно тяжело, как по мне. Быть ближе к своей семье, через нее как-то познавать свою культуру, больше общаться, возрождать какие-то традиции, собираться вместе на день рождения. Организаторов выставки «Омскую арт-резиденцию» зацепила концепция. На работах емкие и ясные выражения. Но Полина, понятным свое творчество, сделать не пытается. Ее главная задача – дать смотрящему возможность увидеть отражение самого себя. Ведь если у нас один культурный код, мэч точно произойдет. А узор бабушкиного сервиза – выстрел в самое сердце. Чашку не разбивали, но чай пили. Чай пили, и это было всегда приятно. Это выставка, которая нам рассказывает про время. И при этом нам нужно отметить то, что это время было очень ресурсным, несмотря на то, что оно было и сложным. Происходили перемены. Перемены экономические, перемены социальные, но и культурные. Ресурс заключается в том, что к нам, наверное, в этот период огромное количество новых знаний, новых идей. Беседы с родственниками кинематографа и главное наблюдение за сотнями прохожих легли в основу этого культурного исследования. Оказывается, в век стерильного минимализма шанс откреститься от думерского вайба и жареных семечек в руках тех, кто так горячо любит одежду с тремя полосками, на нуле. Бежать от самих себя, увы, бессмысленно. Подписывайтесь на наш канал. Если камера вдруг дает сбой, не спешите менять технику. Возможно, вы наткнулись на место с паранормальными явлениями. За 300 лет в Омске произошло множество событий, которые оставили не только исторический след, но и паранормальный. И многие здания, мимо которых мы проходим каждый день, хранят в своих стенах множество секретов. В 2016 году в Краеведческом музее заметили странное. Охранники жаловались на беспокойные ночи, часто срабатывали датчики движения, а мимо камер видеонаблюдения проплывали странные силуэты. Сотрудники музея связывали это с подготовкой выставки, экспонатами которой были идолы народов Манси, изъятые из святилищ. В 1939 году Андрей Палашенков был со своей экспедицией на севере, где недалеко от поселка Березовского и было обнаружено вот это вот капище. После появления этой экспозиции в музее стали происходить необычные события. Сначала сотрудники музея предположили, что это могут быть как некий рой мошек, который образуется, но эта версия была отвергнута, потому что все экспозиции обработаны специальным составом, материалом, который этих мошек отпугивает. И еще было замечено то, что чем больше людей посещает экспозицию в течение дня, тем больше вот этих белых шаров появляется ночью. Пытались найти этому и вполне себе рациональное объяснение тем, что это могут отсвечивать фары мимо машин, проезжающих по ночному проспекту. Но так это или не так, никто точно сказать не может. Если некоторые призраки появляются только когда им вздумается, то одного можно выследить. Ведь даты и место его появления известны. В ночь с 18 на 19 ноября 1918 года, согласно легенде, верховный правитель России адмирал Колчак устроил банкет. Так на банкете завязалась драка, началась потасовка, и виновников и зачинщиков драки арестовали и повели во строк аккуратно через Тарские ворота. Старожевой, дежуривший в это время, увидел среди заключенных своего начальника, пытался разобраться в ситуации и заступился, за что на месте был убит, получив пулю в лоб. С тех пор, согласно легенде, каждый год в ночь с 18 на 19 ноября поздние прохожие видят здесь некое привидение, скорее всего, того самого Старожевого, который остался нести здесь свою службу навеки. Еще одно место, которое привлекает поклонников сверхъестественного – доходный дом Машинского. Здание построили в 1915 году для богатых постояльцев. Это было первое каменное четырехэтажное здание в Омске. А много лет спустя это место стали называть «кафе с привидениями». После революции здесь располагался госпиталь, в котором лечились военные. Ну и как в каждом госпитале, здесь находилось помещение морга. В советское же время этот дом был расквартирован, и здесь были коммунальные квартиры. Так вот, именно жильцы этих коммунальных квартир утверждали, что в этом доме происходят паранормальные явления. Какие-то непонятные звуки, шорохи, какие-то передвижения, похожие на облик привидений. Это же подтверждают и работники кафе. Говорят, что у этого дома есть свой характер, и они его очень хорошо ощущают, но, собственно говоря, при этом нормально существуют с теми неопознанными явлениями, которые периодически здесь происходят. Кстати говоря, последнее необычное явление произошло около двух лет назад. В одном из офисов загорелся самый необычный предмет быта. Это был холодильник. Воспламение холодильника происходит крайне редко, и это ЧП вновь дало тему для разговора о том, что в этом доме водятся привидения. Случайность это или проделки полтергейста – решайте сами. Но такие истории могут стать основой новых туристских маршрутов. Ведь даже если это всего лишь скрип старых половиц и завывание ветра, это не мешает хотя бы на время почувствовать себя охотником за привидениями. Полина не могла не рассказать вам о том, что произошло после того, как ваша съемочная группа вышла из кафе. Только за вами закрылась дверь. Как раздался резкий хлопок, лопнула лампочка, и осколки посыпались вниз. Вот аккуратно на тот стульчик, на котором я должна была сидеть. А я в этот момент встала, пошла взять хлеба. Вообще во время этой экскурсии у меня произошло очень много ЧП. У меня затопило квартиру новую. Муж попал на моей машине в аварию не по своей вине. Потом были потеряны деньги, телефон. Я упала, сильно повредила руку. Я не знаю, как это объяснить и нужно ли это вообще как-то объяснять. Зачем 20 человек собрались в одном баре? Чтобы найти истину, но не в вине, а в умозаключениях великих мыслителей вместе с кандидатом философских наук Кириллом Добронравовым. Кирилл, привет! Привет, Алина! Как вообще люди реагируют, когда узнают, что ты философ? Ну, обычно вопрос подразумевает какую-то профессиональную деятельность. И кем ты будешь работать, или скажи что-нибудь по-философски. Мы тут все своего рода философы, ну вот что-то такое. То есть реагируют неоднозначно, скорее требуют пояснить за профессию. А ты им что отвечаешь? Я получил философское образование. Я преподаю философию, но поставить себя в один ряд с великими мыслителями человечества я, конечно, себя не могу. Я учился, там цитаты есть из песни группы Люман, у мертвых наркоманов жить. Вот, у Курта Кобейна, Джима Моррисона, вот, на их ошибках я выстроил какую-то свою философию. Да, я понял, что вообще-то мыслить и искать ответы, это важно. Может быть, если бы у них была книжечка Гегеля под подушкой, все закончилось бы иначе. Бытует все-таки в обществе мнение, что философы, они такие немножечко бездельники, которые не приносят никакой практической пользы. Вот что ты сам думаешь по этому поводу? Ну, вообще, мне, в принципе, понятна такая позиция немножко, да, вот. Смотри, да, у музыкантов есть инструмент, как правило, у художников есть кисточка, даже у писателей есть там печатная машинка или клавиатура компьютера, ручка, в конце концов. А вот инструмент философа – это чистое мышление, чистая логика. Сам процесс деятельности философа, он не очень представлен в культуре, да, вот как некоторый образ, да, сидит, думает, куда мы знаем, о чем он думает. Может, он думает, какой сыр выбрать там вечером в супермаркете. Задача философа – это не написать книгу, не стать там профессором философии, доктором философских наук. Наверное, задача философа – это пробуждать других деятелей культуры, вообще обычных людей к мышлению. Как ты думаешь вообще, чем философы прошлого отличаются от философов в современности? С определенного момента в истории философия закрылась в университетах. Она стала такой академической, кафедральной философией, и многие наши слушатели наверняка припоминают, что где-то в университете кто-то вел курс под названием «Философия». Современные философы стремятся выйти на более широкого читателя, это, я думаю, сегодня спасение для философии, потому что кому интересна история идей, то, кто и что говорил о Канте, то есть это такое знание в себе. Мне кажется, что сегодня философия, я вот с этой позиции придерживаюсь, стремится осмыслять больше реальность, чем понятие, идеи, системы, концепции прошлого. Три главных стереотипа о философах. Философией нельзя заниматься в молодости. Это дело взрослых, порой пожилых людей. Это первый стереотип. Второй стереотип. Существуют настоящие и ненастоящие философы. Настоящие – это те, кто в Древней Греции ходили по Афинам, а вот эти все какие-то косплееры. Третий стереотип. Существует одна философия, один философ, который сказал правду. А все остальное – это полная ерунда, и читать это не нужно. Давай поговорим вообще о портрете твоей целевой аудитории. Вот кому интересны твои лекции? Ты замечал, не знаю, возможно, профессии схожие, какой-то определенный возраст к тебе приходит, с какими-то определенными запросами, возможно. Люди от 16-18 лет, ну, до 40-50 лет. Тут просто люди, наверное, делятся на ищущих и нашедших. И вот ищущие, они всегда любят процесс поиска и любят, когда им дают материал, пищу для размышлений. Поэтому, если говорить про целевую аудиторию, это чаще всего люди творческих профессий, дизайнеры, художники, музыканты. Это люди неравнодушные к социальным процессам политическим. Время нашего диалога у меня родился такой вопрос. Насколько вообще философия чувствует вот этот вот нерв общества? Вот что сегодня актуально, что человек хочет, какие у него запросы, вот какие-то тенденции есть? Спрос на философию сегодня есть. И порой, к сожалению, философы не успевают за изменениями, и писатели, творческие деятели. С одной стороны, в своей интуиции о процессах, о нерве в обществе оказываются более верны. Философия все-таки требует обоснования и логики, поэтому философию вот эти вот открытия, установить сложнее. И дистанция временная должна пройти больше, чтобы мы поняли, что тот или иной философ оказался прав. Кирилл, возможно, ты знаешь, что в году 2015-м были популярны такие вот пацанские паблики с цитатками. Я видела, как один из философов мог каждой цитате присвоить определенное направление философии. И объяснить это через призму как раз-таки этой науки и понять ее суть. Вот попробуем с тобой? Давай попробуем, но я не обещаю, что я отвечу, как там в ответах написано. Хорошо. Первый цитат. Одиночество хоть не самый лучший друг, но самый верный. Мизантропия какая-то шопенгауровская. Есть такое высказывание Шопенгауэра о том, что человек очень общительный, это просто человек, который боится себя, и он бежит в социальные контакты, чтобы поговорить с различными людьми и забыться. В то же время Кант говорил, который, безусловно, на шопенгауэра повлиял, что если ты нечестен самим собой и не знаешь себя, то ты сам себе враг и живешь в дурном обществе. Вторая фраза. Лучше быть последним первым, чем первым последним. Как ты сама понимаешь эту цитату? Последним первым? Это вообще что за... А если разговор с философом, в начале разговора философ задает вопрос, и другой человек думает все время ролика. А потом в конце он такой говорит, я не знаю, что ответить. И философ такой, ну все. Вот с этого и начинается философия. Давай признаем, что мы не знаем, что хотели сказать. Давай признаем, что мы не знаем, что значит эта фраза. Да, авторы. Пойдем дальше. Лучше быть простым тузом, чем козырной шестеркой? Ну это как лучше быть в регионе первым, чем в столице 25-м, условно говоря. Смирение, может, что-то такое стоическое. Я не знаю, что значит быть простым тузом. Нужны эксперты. Согласна. Кстати, философия и вот этот тюремный юмор, уличный юмор, они очень близки. У меня в детстве пацаны разводили, плюют на пол, говорят, подними харчок. Ты же сильный. И тут как бы непонятно, наступать на харчок, пытаться его понять или сказать, что ты слабый. Так и так ты как бы лохом выйдешь. Ага. Философия помогает тебе понять смысл жизни? Философия всегда порождает больше вопросов, чем изначально. Вот есть сфера неизвестного. Мы вопросом, как фонариком, светим на эту сферу. А там за ней еще больше неизвестного. Поэтому, да, вопросов становится больше. Смысл жизни порой становится еще неопределеннее. Но это и есть жить, мыслить, искать. А если ты нашел смысл жизни, то флаг тебе в руки, но это уже секта. Серьезно, да? Это все кажется, что на фанатичном. Или должно быть всегда несколько смыслов жизни, они должны постоянно меняться, сфермирувать. Они могут меняться. Это говорит о взрослении человека, если он меняет свою позицию в отношении смысла жизни. Спасибо за интервью, Кирилл. Есть о чем подумать. Спасибо, Алина. Подписывайтесь на наш канал. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Николай. И свою первую рифму я придумал в 5 лет. Бандит под деревом сидит. Прямо сейчас у нас есть возможность пойти под деревья, но выступать я буду в кругу. Николай Еленко! Здравствуйте, товарищи! В этой черепной коробке помещается страна. Я прошел ее за лето, протянув в края канат, не смотрел себе под ноги, но глядел по сторонам и добрался от востока до курортов на югах. В творческом пространстве теплоузел очерчивают круг. Поэты и певцы собираются, чтобы устроить шабаш. Такую тему задают организаторы вечера. Мы будем говорить про темную силу, шабаш, ведьм. Ну, в общем, короче, на самом деле это все мы хотели приурочить к тому, что наконец-то закончилась вся эта тяжелая зима, тяжелая часть весны, и впереди рассвет природы, рассвет зелени и цветочков. Вот, и это в том числе магический ритуал изменений. Вот, и нам показалось, что будет очень интересно сделать поэзию, направленную на эту тему. Изменения, рассвет, ну, и немножечко магии. Есть такая история, что в целом, ну, как бы довольно сложно, даже, ну, условно, если человек живет в соседней квартире от тебя, просто взять, узнать, с кем-то познакомиться. Человек может делать какие-то довольно интересные вещи. Вот, и, ну, вот тот же самый теплоузел, он в целом работает как такая, ну, типа, точка интересов. Не беда, и дождя давно нет, глянут глади уши, выпадет первый снег, как всегда заранее. Такие площадки камерные мне очень нравятся, потому что ограниченное количество зрителей, и можно посмотреть реакцию каждого, то есть, ну, и понять, как откликается вообще творчество у людей, или нет. Лямки в плечи, не сбросить груз, сублимация в потолке. Рифмовать в стол — это, конечно, хорошо, но и прочитать стихи в кругу других поэтов тоже здорово. Есть в этом какая-то магия. Привет! Я Вика. График выходных у меня на учебе и на работе не синхронизировался, поэтому устать отдыхать не успела. Надеюсь, вы тоже. Сейчас планируем, чем займемся, когда откроем глаза после полудня. Для начала определенно в филармонию. Симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Валерия Гергиева сыграют в рамках пасхального фестиваля. По счету уже 23-го. Программа традиционно в секрете, но юбилеи римского Корсакова, Мусоргского и Глинки без внимания не оставят. А если у вас настроение отыскать генетический код не в классике, а в чем-то еще более фундаментальном, отправляйтесь в Пятый театр, где лирические баллады и трагическое прочитание сплетаются в одну историю от рождения до смерти. Зло тарится в углу, на сцене языческие пляски. Технических задач у постановщиков было много. Об их решении мы рассказали в специальном репортаже «Берегиня. История костюма». Есть варианты поддаться черным чарам, только вот власть над вами будет иметь не маг, а чай. В теплоузле пролив, танцуем и создаем коллективный стрит-арт. Добро пожаловать в мир грез. Картину Уэса Андерсона о Куратсапе, предпочитающем хождению на четырех лапах костюм и светские манеры разбираем в Доме культуры Меги. Кукольный мультфильм Век технологий. То, что нужно, когда на фальшивых яблоках так хочется увидеть звезды. Вдохновились? Шагаем творецами. Натура, лист А3, тушь и 10 минут. Кто на что способен? Натуральный рис расставит все хляксы над И. А дальше расскажем на следующей неделе. Подписывайтесь и вам не придется думать, что по свободному времени. Пока!